Второй день. Неделя российского ритейла. Мы разговариваем с нашими гостями. У нас гости в кадре. Оксана, расскажите, что вы тут делаете, какие цели преследуете, посещает форум. Я на самом деле первый день участвую. Пришла в империю для того, чтобы встретиться с байерами крупных сетей и рассказать о своей компании. Чем занимаются у вас компании? Это стартап. Мы начали производить уникальный продукт, как нам кажется. Он абсолютно натуральный. Это постилки, батончики. Мы за ЗОЖ. Это планируем предложить сетям и спросить их обратную связь, узнать их мнение по поводу того, насколько реально нам, стартапу, попасть на полки в сети. А насколько вообще реально на таких форматах, как выставка, как неделя российского ритейла, можно пробиться в сеть? Или они просто посмотрят, скажут, хороший продукт и приходите к нашим закупщикам? Получается ли это? Ну, вы знаете, я очень на это надеюсь. Конечно же, первая задача – это рассказать и услышать обратную связь, насколько им интересен этот продукт. Вторая задача – это продать себя на вторую встречу, для того, чтобы уже прийти в сеть и с подробным прайсом, и с подробными аннотациями по продукту рассказать, чем мы можем быть полезны сетям. Почему мы хотели бы, чтобы были мы на полке, а им нужно брать нас, и какую выгоду мы им можем дать? Насколько это реально? Ну вот будем сегодня-завтра на переговорах тет-на-тет с байерами общаться, услышим. Даже, может быть, я вам могу дать обратную связь, насколько это действительно реально. Или действительно отшивают стартапы и говорят, что, знаете, есть парадокс такой, то, что все хотят новинок, и в то же время новинкам практически не пробраться на полку, потому что байеры хотят уже статистику. Им нужно продавать полку, они хотят статистику, сколько будет продано с квадратного сантиметра, метра. Поэтому могу вернуться вам и рассказать после переговоров, насколько это было реально. Спасибо большое. Пожелаем удачи. Не переключайтесь скоро включения с нашими новыми гостями.